Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа «День люди. События». Сегодня мы говорим о событиях 8 мая. 8 мая 1945 года в предместе Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, 9 мая в полночь 43 по московскому времени, был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Но исторически берлинский акт о капитуляции не был первым. Когда советские войска окружили Берлин, перед военным руководством Третьего рейха встал вопрос о сохранении остатков Германии. Это было возможным, лишь избежав безоговорочной капитуляции. Тогда было принято решение капитулировать только перед англо-американскими войсками, но продолжать боевые действия против Красной армии. Немцы послали представителей к союзникам для официального подтверждения капитуляции. В ночь на 7 мая во французском городе Реймсе был заключен акт о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые действия прекращались на всех фронтах. В протоколе оговаривалось, что он не является всеобъемлющим договором о капитуляции Германии и ее вооруженных сил. Торжественное подписание акта состоялось под председательством маршала Жукова, а сама церемония подписания проходила в здании военно-инженерного училища, где был подготовлен специальный зал, украшенным государственными флагами СССР, США, Англии и Франции. За главным столом располагались представители союзных держав. В зале присутствовали советские генералы, войска которых брали Берлин, а также журналисты многих стран. После безоговорочной капитуляции Германии правительство вермахта было распущено, а немецкие войска на советско-германском фронте начали складывать оружие. Всего в период с 9 по 17 мая Красная Армия взяла в плен на основе акта капитуляции около 1,5 миллиона солдат и офицеров противника и 101 генерала. Так закончилась Великая Отечественная война советского народа. В СССР о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая 1945 года, и по приказу И. Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют из тысячи орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР вознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии 9 мая было объявлено Днем Победы. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.